Не было, не было никакой блефаропластики. И я знаю, что вы будете писать в комментариях под этим видео. Вы будете писать, что не надо оправдываться, что это личное дело каждого, что делать со своим лицом. Но я опишу это видео не для того, чтобы оправдываться. Я просто хочу рассказать вам, почему это невозможно в моём случае. Почему невозможна блефаропластика, почему невозможен ботокс, почему невозможны никакие другие процедуры или вмешательства, которые предполагают чужие руки, прикосновение к моему лицу или телу чужих рук и каких-то посторонних предметов, типа хирургические инструменты, химические вещества и так далее. Я хочу объяснить вам, почему это невозможно в моём случае. Если вы обратили внимание на название моего канала, он называется «Байя Че. Доктор натуропатии». Вы знаете, что такое натуропатия? Это наука об оздоровлении человека естественными методами. Слово «естественными» подразумевает «природными». Человек — существо природное, часть природы. И хотите вы этого или не хотите, вы зависите от природы. Ваши биоритмы, функционирование нашего организма, оно зависит от природы. Мы питаемся, точнее, мы рождены были с тем прицелом, чтобы питаться естественной пищей. Но жизнь поставила нас в такие условия, что мы перестали питаться полезной природной пищей. Мы сделали наше питание слишком неестественным. И так далее, и так далее. Возникло очень много ненастоящих, неприродных, неестественных сфер, сфер, в которые окунулся человек. И в частности, это коснулось и ухода за собой. Для того, чтобы держать себя в порядке, свою внешность, нам мало просто умыться водой и подставить своё лицо солнечным лучам. Нам этого стало просто мало, хотя по природе своей человек, собственно, не только и должен был пользоваться этими природными вещами. Мы стали создавать косметику, в которой используем продукты химической промышленности. Мы дошли до такой степени, что мы распоряжаемся своими телами и формой своего лица с помощью пластической хирургии. И это стало нормой. Но это всё не норма для меня, как для натуропата до мозга костей. Я занимаюсь натуропатией профессионально. Это моя профессия, это моя любовь, это мой образ жизни. Я её изучаю вот уже шесть лет, и с каждым годом я становлюсь всё ближе и ближе к природе. Для того, чтобы понять мой путь, достаточно посмотреть мой плейлист «Мой здоровый образ жизни», который начинается в 2016 году и показывает весь мой путь от начала и до сегодняшнего дня, как я пришла к этому пониманию, как я пришла к единению с природой. Это началось с методики очищения организма по системе Аганян. И когда я прошла этот путь, когда я поняла и увидела, ощутила на себе эти результаты, что происходит с телом, и вообще не только с телом, вообще с человеком, с его внешностью, с его здоровьем, что происходит, когда он поворачивается лицом к природе и начинает использовать для своего здоровья не какие-то там медикаменты, созданные искусственным путём, а самые настоящие природные средства, такие как питание, такие как очищение организма, такие как дыхательные практики, физические практики, энергетические практики и всё такое, что связано только лишь исключительно с природной сущностью человека и его собственными действиями в отношении себя с помощью сил природы, но не с помощью каких-то сил извне. Так вот, я натуропат, да, мозга костей, я настолько, я так максимально получила с Божьей помощью отличных результатов от природных методов оздоровления, я так оздоровилась, я избавилась от всех своих диагнозов, я стала лучше выглядеть, я привела своё тело в хорошую физическую форму. Мне 59, но у меня ничего не болит, я не могу пожаловаться вообще ни на что, у меня полно энергии. И всё это благодаря натуропатии. Так неужели вы думаете, что я могу придать всё то, что я получила с помощью натуропатии, и пойти сейчас куда-то там под нож и под скальпель, и чтобы исправить какие-то возрастные изменения, которые происходят со мной на моём лице? Да упаси Бог! Если я перестала пользоваться 6 лет назад дезодорантом и краской для волос, и хожу с натуральной, естественной сединой, то о чём речь? Какая блефоропластика? Какой ботокс? Какие подтяжки? Какие нити? Это очень неестественно для меня. Даже тот минимум косметики, который сегодня на мне, минимальный минимум, он и то мне, честно говоря, неприятен. Я ничего не люблю наносить на себя. Вы спросите, зачем я это делаю, если неприятно, если ты такой натуропат, если ты весь там объясняешься в любви к природе. Да, я немножечко отступаю от своих внутренних убеждений. Я немножко пытаюсь быть на волне с другими блогерами просто потому, что я не хочу быть позади. Да, я немножко играю на публику, я немножко стараюсь быть как бы чуть-чуть в угоду публике, потому что публика любит хорошую картинку, публика любит красоту, публика не любит смотреть на какие-то изъяны, хотя они у каждого есть, но почему-то глаз больше тянется к красоте. Именно поэтому я и иду на компромисс со своими убеждениями и наношу тот минимум косметики, но только тогда, когда нужно действительно предстать перед публикой. А что касается моей обычной жизни, я не пользуюсь никакими приукрашивающими средствами. И единственное, что я использую на постоянной основе с недавнего времени, это эфирные масла. Эфирные масла как внутрь, так и наружно. И в частности, вот эти хорошие изменения, которые произошли с моим лицом и которые вы заметили, и про которые вы подумали, что это вмешательство каких-то процедур, то пластических, то это еще раз подчеркивает то, что природные средства работают лучше, чем какие-то процедуры. Я имею в виду пластические процедуры. Эфирные масла – это природное средство. На 100% это выжимка из растений, это дух растений, это душа растений. Если мы используем природные средства и получаем видимые, хорошие изменения, это же очевидно, что они происходят. То, это еще раз подчеркивает то, что человек и природа – это очень крепкий союз и не пользоваться вот этими благами природы, но это просто кощенство, это просто грех. Лучше пользоваться эфирными маслами и получать такие же прекрасные результаты, но постоянные, чем идти под нож и получить, пусть прекрасный, но временный результат, но который будет не настоящим, не естественным и который все равно рано или поздно уйдет этот результат и придется снова к чему-то прибегать. Говоря про эфирные масла, я сегодня даже сделала в сообществе заметку о том, что я откровенно призналась, что это за масла. Я перечислила прямо списком, что это за масла. Мне скрывать нечего. Это действительно эфирные масла, особым образом подобранные, которые являются, по сути, антивозрастной смесью. Именно они, я считаю, добавили свою вишенку на торте вот в этих положительных изменениях. А базой этих изменений я, конечно же, считаю моё здоровое питание, мой здоровый образ жизни, моя забота о чистоте своей внутренней среды, которая начинается с чистоты кишечника, моё постоянное присутствие внутри себя и наблюдение за тем, что происходит, не собирается ли там помойка внутри меня. Именно это и делает в общем и целом изменение моей внешности в лучшую сторону. я не утверждаю, что можно остановить старость насовсем и остаться вечно молодой. Это смешно и глупо, и это невозможно, и это не имеет смысла. «Все стареем и все заканчиваем свой путь однажды». Вопрос только в качестве жизни, как мы стареем, с каким… не то чтобы с какой внешностью мы стареем, а с каким настроением, с каким здоровьем, с каким самочувствием, с каким уровнем активности и принятия и любви к этой жизни. Но, конечно, когда речь идёт о женщинах, то это естественное женское желание выглядеть красиво, не только чувствовать себя хорошо, не только быть здоровой, но ещё и выглядеть красиво. Но это тоже очень-очень естественное и природное желание, потому что женщина продолжательница рода. И даже если ей уже под 60, как сейчас мне, то и даже если я понимаю, что я уже не могу быть продолжательницей своего рода, но природный инстинкт заставляет женщину всегда хорошо выглядеть. Именно поэтому мы и стремимся прибегать к разным средствам. Но вопрос только в том, к каким средствам мы прибегаем. К естественным, натуральным, которые действительно работают, либо же к неестественным, к таким, как пластическая хирургия, которая тоже, вероятно, работает, но вопрос, насколько долго, вопрос, с какими побочными эффектами, ну и вообще вопрос, насколько эти методы вписываются в естественную жизнь человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мухимеда